Здравствуйте! Очень рад вас всех видеть. Меня зовут Тимофей Соловьев. Я вам буду рассказывать про цифровое видео. Это то, чем я занимаюсь, наверное, последние лет семь. Из них вот и четыре видеокодирования. Тема эта, она, наверное, не такая жизненно важная, как то, о чем рассказывали девушки. То есть, если у нас будут проблемы с цифровым видео, ну, максимум, там, дети африки останутся без мультиков, там, ну, не более того, как планета не взорвется и так далее. Жили без цифрового видео, все нормально. Вот. Но, тем не менее, вот эти вот глупые люди, которые несознательные, они вот вкладывают деньги не биотехнологии, не, там, здоровые продукты, а почему-то они вкладывают в видеоиндустрию. Индустрия развивается сумасшедшими темпами. И наука вот это вот, все, что связано с алгоритмом видеокодирования, тоже развивается сумасшедшими темпами. Вот. Ну, а так как это такое вообще актуальное направление, ну, тем более, я думаю, каждый с этим, ну, точно сталкивался с цифровым видео в том или ином виде. Вот. Ну, а раз такое актуальное направление, то было бы неплохо иметь некоторое представление о том, как там вообще все работает. Вот. Ну вот, начнем с того, что вообще такое цифровое видео. Ну, я думаю, каждый из вас, ну, не каждый, наверное, многие из вас в детстве баловались такой игрушкой, когда на блокноте рисуешь картинки, там, человечек, допустим, рука у него дальше, 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 или там, человечек, животных, потом быстро блокнотик проматываете и получаете типо мультики. Делать ли это так? Вот. Ну вот, на самом деле, как бы, цифровое видео — это не намного более сложное вещь. Вот. Цифровое видео — это просто последовательность картинок, которая сменяет друг друга. Вот. Что значит цифровое видео? Это значит, что сами вот эти картинки, они представлены в цифровом формате. То есть каждая точка — это набор байт. Вот. Ну, вот, в простом случае, если мы используем схему RGB, Red, Green, Blue, вот, то каждая точка хранит, там есть три байта, описывают каждую точку. Один байт отвечает за красную компоненту, один — зеленый, один — за синий. Вот. Есть другие схемы, более сложные, но о них мы чуть позже поговорим. В общем, каждая точка — это три байта. Вот. Теперь смотрим, откуда берутся вообще такие сумасшедшие размеры видео, почему его надо сжимать и что бы было, если бы его не сжимали. Ну, вот, представьте, есть у нас современный плазмный телевизор в формате Full HD. Вот. Сколько будет весить один кадр? Вот смотрите, 1920 на 1080 на три байта на точку. Итого получается 6 миллионов вайт или 6 мегабайт. Таким образом, один кадр всего видео будет весить 6 мегабайт. Вот. Если мы возьмем одну секунду, допустим, 25 калорий в секунду, да, то у нас уже получится 155 мегабайт. Один — одна секунда всего видео. Вот. А если мы возьмем, ну, какой-то фильм, допустим, «Железный человек», не самое последнее, конечно, но тоже ничего, то будет уже больше тысячи гигабайт, то есть терабайт. Ну, представляете, да, какие должны быть, какая должна быть пропускная способность сети, чтобы смотрели видео, допустим, много людей в городе Томске. То есть если бы его не сжимали, то там три человека включили, и типа остальных, которые надо спалить. Вот, на этом все закончилось. Ну, к счастью, как бы эта индустрия шагнула достаточно далеко, благо это денег туда вкинули достаточно. И научились вот эти вот тысячи гигабайт сжимать до... Собственно, вот тот стандарт, который был предыдущий промышленный АВЦ, может сжимать до двух гигабайт в этот размер. Ну, вот современный стандарт HEF может сжать до одного гигабайта. Ну, на самом деле здесь понятие, насколько можно сжать, достаточно условно. Здесь имеется в виду без существенной потери качества. То есть вообще видео можно сжать практически там до любых размеров, но его смотреть будет невозможно. Вот, я думаю, ну, многие из вас видели видео в разном качестве, когда квадратики начинают делать и так далее. Нас интересует такая степень сжатия, когда что-то там еще можно рассмотреть, и желательно, чтобы человек вообще не понял, что, ну, что видео зажато, что оно испорчено. Ну, как-то. Практически все современные видеокодеки. Видеокодеки — это, собственно, те продукты, которые сжимают, имеется в виду программные продукты, которые отвечают за сжатие видео. Практически все современные кодеки, они сжимают в потере. То есть в потере всегда есть. Но суть в том, чтобы сжать так, чтобы потери были, но для глаза они были незаметны. То есть стало как бы хуже, но всем просто. Вот, примерно так. Вот. Как удается, за счет чего удается так сильно сжать? То есть вот смотрите, получается, что сжать удалось буквально в тысячу раз, да? Ну вот, начинается все, на самом деле, с самого простого. Начинается все с использования другого цветового формата. Вот справа мы видим Y, UV. Вот. Это Y, UV — это достаточно простая такая штука. Это разделяет яркость и две цветовые компоненты Y, UV. И заметили люди через много... Заметили люди со временем, что в этот яркость на компоненте человеческий класс гораздо менее восприимчив. Вот. Ну, допустим, черно-белые картинки, я думаю, все смотрели. Черно-белые фотографии, в принципе, нормально все видно, никаких проблем. Вот. Ну, а цвета, они гораздо менее... Ну, менее воспринимаются человеческим классом, поэтому цветовую компанию... Для кодирования цвета можно какие-то точки... Цвет можно кодировать с меньшей точностью, как бы, чем яркость. Вот. Делают как... Вот, допустим, есть четыре точки, и вот на эти четыре точки не по три парня на каждую точку, а яркость в каждой точке, вот один байт яркости, а вот эти два байта, которые в свет, берут для одной точки два байта и копируют на другие четыре. Вот. И в итоге получается на... На четыре точки получается не 12, а 6. То есть уже в два раза жарят только на цветовых пространствах. Вот. Ну, этим, разумеется, все не ограничивается. Одна из самых серьезных вещей, которая позволяет сжать видео, это удаление избыточности. Избыточность бывает двух видов. Временная и пространственная. Ну, что такое избыточность, в общем-то, как можно объяснить? Одны и те же вещи, их можно по-разному говорить, да? Вот, допустим, можно сказать, я взял предмет с деревянной ручкой, очень металлическим наконечником, разогнался, разогнал свою руку, ударил им по другому металлическому предмету, который нужен для того, чтобы одну деревяшку прикрепить к другой деревяшке, и тот металлический предмет, который называется молоток, соскочил, ударил меня по пальцу, и я начал пребывать в плохом состоянии духа. Можно так сказать? Один томский поэт, у них чтения проходят наверху в президентском зале, он сочинил такое трёхстишее, которое немного более кратко описывает ситуацию. Что-то вроде «Негодование всего мира устрадальца в душе и мустах в момент удара молотка по пальцу». Ну, получается, покороче. Ну, конечно, да? Но, к сожалению, суть в жизни такова, что люди, когда удаляются молотком по пальцу, они не читают стихов, а они, в общем, всё произошедшее одним словом описывают. Вот, и получается ещё короче, и таким образом избыточность, эту вот избыточную информацию, её можно убрать. Здесь абсолютно такая же история. То есть, что значит времена избыточность? Кадры, соседи, они похожи друг на друга. То есть, как правило, ну, допустим, какие-то объекты двигаются, какие-то не двигаются, и даже если объект двигается, то кадр от кадра отличается несущественно. Вот, второй вид избыточности — это пространственная избыточность. Смысл её в том, что какие-то области, они похожи друг на друга. Ну, допустим, здесь видим небо голубое, трава зелёная, дорога коричневая, и какие-то блоки можно копировать с соседней. Вот, вот это вот копирование, использование других блоков называется предсказанием. Вот, то есть один блок предсказывается от другого. Вот. Как примерно это происходит? Ну, допустим, есть у нас один кадр, вот у нас есть человек, назовём его, допустим, номер. Вот. На втором кадре он подвигался. Вот, смотрите. Смотрим, есть некоторые блоки. Видим, некоторые блоки остались такими же, некоторые поменялись, да? Вот это осталось такой же, этот такой же, этот такой же, а три других поменялись. Вот, соответственно, когда мы передаём второй кадр, нам не надо передавать опять, как бы, все шесть долларов, да? Мы говорим, вот эти первые три, они такие же, как в предыдущем, а вот эти передаём по-новому, изменяем. Вот. Ну, таким образом уже получаем, ну, существенное сжатие. То есть не надо повторять каждый раз одно и то же то, что уже было. Ну, это можно взять из предыдущих кадров. Вот. Но, разумеется, как бы, далеко не всегда всё так просто. Игорь, допустим, может не обязательно одной частью тела подвинуть, Игорь может подвинуть всем телом. Вот так. Вот. Теперь уже, как бы, всех элементов Игоря, ну, одинаковых, нет таких блоков, которые одинаковые, но на самом деле видеокодирование здесь не заканчивается. И можно посмотреть, что этот блок, он на самом деле есть в предыдущем кадре, но он немного подвинут. Вот. То есть произошло движение. Вот. И вот поиск таких блоков, это один из таких самых сложных процессов, которые есть в видеокодировании. Называется процесс оценки движения. Нам надо найти, где этот блок мы уже видели. Вы знаете, там, а где-то я это уже видел. Вот здесь точно так же. Надо понять, где мы это уже видели. И от того, насколько точно мы это сможем сделать, настолько меньше будет. Ну, чем точнее мы это сможем сделать, тем более эффективно мы сможем сжимать. Вот. Бывает так, что не находится блок. Ну, как правило, находится. Есть разные алгоритмы поиска. Вот. Но это уже тонкости. Главное, что, как правило, этот блок всегда можно взять с предыдущего. Каким-то образом. Вот. Другой. Ну, а вот это, кстати, как это примерно все выглядит. То есть, это кусочек реального приложения для анализа видео. Ну, это один из анализаторов компании LK. Вот. Вот смотрите, вот видите, есть блоки. Есть, допустим, они могут еще в зависимости... Ну, вот старый стандарт там был достаточно примитивный. Объявление на блоки LK в хевке, оно достаточно сложное. Но, как вы видите, есть блоки в них вложены, еще другие, еще, 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 еще. Такие, ну, можно, получается, целая треволинная такая структура получается. Вот. И вот здесь вы видите вот эти вот вектора. Ну, они называются motion вектора или вектора движения. Вот для каждого бачка. То есть, ток удал, птичка начала крово махать, и вот рядом блоки, вот они все движутся примерно в одну и ту же сторону. Вот. Это, что касается оценки движения. Помимо оценки движения, помимо межвременной избыточности, есть еще пространственная избыточность или внутрикадривое предсказание. Вот. Здесь, как примерно все происходит, здесь нам не нужен предыдущий кадр. Мы из этого же кадра берем и просто какие-то области копируем. Ну, вот есть 9 режимов. Это для стандарта АВЦ, да, то есть 64-го. В хевке их больше, там больше 37. Ну, вот, то есть примерно идею здесь можно увидеть. То есть либо сверху берем точки, копируем, либо слева. Вот, ну, то есть здесь, в принципе, видны все режимы. Ну, и получаются такие градиентики. Вот. Это, что касается внутрикадрового предсказания. Что вообще, в чем такая большая сложность еще в видеокодировании. Один и тот же блок, его можно, допустим, взять из предыдущего кадра, можно взять из этого кадра. Из предыдущего кадра его можно взять из одного места, из второго, из третьего места. Вот. И как вот принимать это решение, вот это, по сути, как бы, есть искусство. То есть сам стандарт, он описывает просто то, как... Описывает просто то, как передается информация одному кодеру, то есть от того, кто кодирует к декодеру. Вот. А поиск, вот этих вот способов предсказания, это, как бы, есть самая соль. Вот. Здесь, помимо того, что... Здесь есть еще вещь одна интересная. Что, помимо того, что, как бы, наиболее точно предсказать, допустим, вектор движения, там, или еще что-то, иногда бывает еще, есть же вопрос в том, что нам надо как-то об этом сигнализировать, что вот здесь такое вектор движения. И иногда бывает так, что есть несколько соседних блоков, вот. И, допустим, в трех блоках вот такие вектора, в одном блоке получился самый лучший вот такой вектор. Но это тоже плохо, потому что сами вектора тоже, ну, в некотором смысле предсказываются от предыдущих. То есть можно сказать, вот этот вектор, он почти такой же, как и предыдущий блок. Вот. И это будет выгоднее, возможно, чем кодировать вот такой вот вектор, который более правильный, как бы. Вот. Поэтому, ну, в видеокодировании есть такой, как бы, ну, можно сказать, соло, там, как у людей, конформизм, да, то есть желательно, чтобы там блок был как все. Вот. Это он будет более эффективно предсказывать. Вот. По поводу идеи основные, они вот в этом. Теперь как это вообще работает? А, ну, еще есть такой момент, взгляд в будущее. Ээээ, практически, ну, не с самого начала видеокодирования, достаточно быстро мы до этого додумались, что иногда бывает так, что области какие-то, их удобнее брать, что есть какие-то кадры, которые лучше предсказывают от прошлого и от будущего. Ну, допустим, вот в этом примере, да, вот кадр Б, это, кстати, пример, есть такой ученый замечательный, Латолин Московский, вот это как раз из его работы. Например, вы видите, вот, средний кадр Б, а на нем две нефтяные вышки, да, причем на предыдущем кадре, на кадре А вертолет закрыл одну вышку, да, ну, а на следующем тоже одного было бы не видно. Вот, и здесь, получается, есть смысл вот этот кадр Б предсказать и из будущего, и из прошлого. Вот, и получится намного более эффективно. Вот, ну, вот как, казалось бы, как бы в будущее нельзя заглянуть, но в видеокодирование можно заглянуть в будущее, благо, потому что все видео у нас есть, и нам надо просто переупорядочить кадры. То есть те кадры, которые кодируются со ссылкой только на предыдущем называются P кадры, те, которые без всяких ссылок независимо, это I кадры, и, ну, A, и те, которые кодируются со ссылкой в будущее и в прошлое, называются P кадры, от словно B direction. То есть P, radius, B direction. Вот, ну, и то есть в реальности они идут, допустим, вот так, I, B, P, B, B. Вот, ну, чтобы у нас могла быть ссылка и в прошлое, и в будущее, нам надо вначале передать будущее, то есть кадр B1, а потом только B1. Тогда у нас при декодировании мы установим кадр A1, установим кадр B1, и потом уже по прошлому и будущему установим кадр B1. Вот, то есть это такой достаточно простой прием, но он очень сильно помогает повысить эффективность кодирования. Вот, ну, этих B кадров еще может быть разное количество. Группа какая-то называется GOP или группа pictures. Ну, вот, от структуры GOP, то есть от количества IP и B кадров, ну, от количества B и B кадров очень многое зависит. Ну, вот эти вещи, если кто-то будет играться с какими-нибудь энкодерами, ну, можно управлять, несмотря на то, что получается. Вот, как это все работает, то есть вот мы говорим стандарты, там, МПР2, АВЦ, ХЕР, как вообще индустрия это устроена. Индустрия устроена достаточно просто, есть комитет, который, ну, есть группа специальная, раньше это была группа МПР, и, потом, там, название менялось, но суть всегда одна и та же, что есть много ученых, есть много компаний, в которых есть R&D-центры, они делают какие-то предложения. Эти предложения вносятся, скажем так, в комитет, потом они рассматривают, есть специальная группа, которая это все проверяет, проверяет, и, если предложение действительно хорошее, если оно позволяет улучшить копирование, то эта вещь, она вносится в стандарты следующие. Стандарты меняются, ну, вот эти вот стандарты группы, скажем так, группы МПР, они меняются примерно раз в 10 лет, вот. Ну, и стандарты, то есть, в чем стандарты, это язык, да, это то, как энкодер скажет рекодеру, допустим, здесь такой-то вектор движения, здесь вот этот блок предскажи от предыдущего, здесь предскажи от верхнего, от нижнего и так далее. То есть, стандарт — это язык, по сути, то есть, в рамках одного языка можно кодировать по-разному, то есть, можно выбирать разные моды, разные режимы предсказания для одного и того же блока, вот. А стандарт — это язык, это способ описания, способ передачи информации, и вот от того, насколько это язык эффективен, тоже очень многое зависит. Ну, вот, как правило, каждый следующий стандарт два раза лучше предыдущего, например. Ну, то есть, позволяет жать два раза сильнее, примерно с тем же качеством данных есть. Вот, здесь, как бы, идет такая достаточно серьезная борьба, то есть, есть большие центры в компаниях масштабом, ну, это компании, например, Samsung, Huawei, Sony, они борются за то, кто первое свое предложение предложит, у кого будет больше предложений, потому что потом в итоге, когда формируется стандарт, там есть набор патентов, ну, соответственно, чем больше у вас стандартных патентов, тем большую часть лицензионных отчислений вы получаете. То есть, когда, допустим, кто-то использует эти кодеки, ну, точнее, кто-то их продает, ну, или кто-то их так или иначе использует не как пользователя, как коммерческая структура, то они платят отчисления за эту группу, за кодеки. Что еще про них можно сказать? Примерно, ну, у них там есть митинги, примерно, за год, но они еще и борются между собой, эти компании, то есть, чье решение оно войдет в патент. Ну, и, как правило, в начале первые несколько лет новый кодеком бесплатный, чтобы все, ну, немножко привыкли, начали использовать, и потом начинают уже брать плату за эти алгоритмы. По поводу, ну, с этим, это что касается языка, самого стандарта видеокодирования. Теперь, что касается разных энкодеров. Даже в рамках одного и того же языка, одного и того же стандарта видеокодирования, эффективность разных реализаций, она может отличаться. Ну, вот, графики рисуются примерно вот такие, как показано на экране, то есть, по оси OX идет битрейт, по оси OX, по SNR, по SNR, это соотношение сигнал-шоу, то есть, то, насколько качественное получается видео. Чем больше PSN, тем качественнее видео. Ну, и вот, и мы видим, что для разных энкодеров при одном и том же битрейте получается разное качество видео. Вот, почему? Ну, вот, собственно, это то, о чем я вам говорил, что один и тот же блок, его можно закопировать по-разному. Ну, его можно предсказывать из предыдущего кадра, может быть, из будущего кадра, может быть, из этого же кадра. И вот от того, как принимаются эти решения, очень многое зависит. И поэтому, если вы кодируете, допустим, с помощью ABC или с помощью HEF, то очень многое зависит от того, какой именно кодик вы используете. Так вообще работает вся индустрия. То есть, по сути, вот этот самый алгоритм кодирования изначально, он, то есть, как только выходит стандарт новый, вместе со стандартом выходит так называемый референсный код. То есть, там уже есть написанный энкодер, написанный антикодер. Ну, а дальше такие компании, допустим, как LK, они берут его, ну, во-первых, они его как-то пытаются ускорить, потому что изначально он достаточно долго работает, но, во-вторых, пытаются вот эти вот алгоритмы принять решение, как-то модифицировать, чтобы получилось получше. И, таким образом, идет уже борьба не между учеными, идет уже борьба как-то между программистами. Кто лучше сделает, кто научит свой кодер, разговаривает на фиксированном языке лучше. Как примерно проходят будни специалистов по видеокодированию? Ну, вот здесь это девушку зовут Лена. Наверное, кто-то знает Лену. Есть те, кому знакомы изображения? Ну, вот, видимо, есть несколько специалистов по обработке изображений. Что такое изображение Лены? История такая. Был когда-то такой американский ученый Александр Савчук. Действительно американский ученый в университете Калифорнии, по-моему, он работал. В 1972 году он зарабатывал алгоритмы по обработке изображений, и ему очень нужно было тестовое изображение. Он перебирал одно, другое, третье. И там то мелких деталей много, то крупных много, то зон гладких. Ну, короче, все было не то. В итоге он мучился, мучился. Потом решил, ну, там, пропадая над праком, короче, взял номер Playboy, по-моему, за ноябрь 1972 года, взял картинку и вот так вот ее отсканировал просто. Отсканировал, проверил. Отличное изображение. Все работает. Все как нам. Идеально там. Все, что ему нужно было, все было. И оказалось, что не просто там все, что ему нужно было. Оказалось, что там вот на этой картинке есть вообще все, что нужно всем. Это практически граиль такой. Это Лена. Ну, на самом деле, разумеется, там как бы есть еще продолжение вниз. Но в научных работах, как правило, в верхнюю часть публикует. В нижнюю часть других работ публикует. Так вот, вот это Лена. Это идеальное изображение. И после того, как работу этого Александра Сапчука прочитали, она начала переходить... Ну, другие люди начали его использовать. И фактически, через какое-то время, вот это изображение Лены, оно, де-факто, стало стендапом. Тестовое изображение для видеокодирования. Ну, и там, наверное, история не заканчивается. Потом, где-то в начале 2000-х, по-моему, годов, было 30-летие, по-моему, изображения Лены. И вот эти все ученые, они собрали большую конференцию, и на эту конференцию пригласили Лену. Вот. Ну, я в этой видеоподографии, в этой конференции, там, как бы, Лена, к сожалению, уже не там, я так говорю. Вот. Но она очень довольна была. То есть она не знала, она жила 30 лет, и не знала, что ее изображение вообще все ученые по всему миру использовали. Вот. И вот в видеокодировании тоже вот подобные вещи есть. Есть вот такое вот видео. Ну, ладно, так, первый кадр из него посмотрим. Это рабочий. Видео называется ФОМА. ФОРИМА, если читать. Он там пару раз открывает рот, показывает, а он дальше справит. Вот. То есть абсолютно кажется такое несуразное видео, но, тем не менее, его как-то один раз взяли, на нем поставили несколько экспериментов, а потом, чтобы сравнивать свои результаты с другими, стали все использовать это УФОРИМА. Вот. И есть много таких видео, но вообще это вот как в видеокодировании, когда ты тестируешь, чтобы очень важно подобрать хорошую последовательность. Потому что, ну, знаете, есть, я как-то читал, в Америке есть какая-то трасса, длинная, 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 и там есть надпись «Внимательно выбирайте полосу движения, вам ехать по ней в ближайшие 30 миль». Вот. Ну, здесь примерно так же можно очень хорошо выбрать тестовое видео, потому что, ну, представляете, вы его смотрите 1000 раз, 2 000 раз, 100 000 раз. Ну, вот это вот видео, допустим, ну, если взять примерно 10 000 специалистов по видеокодированию, грубо говоря, 10 000 просмотров, ну, каждый, я смотрю по 10 000 раз, вот у него как-то 100 миллионов просмотров, да, то есть это вообще одно из самых популярных там видео. Если оно у нас сейчас запустилось, у нас бы сейчас как бы 100 000 было. Вот. Но не запустилось, так что пока 100 000 остается. Вот. Поэтому очень важно выбрать Я, допустим, выбираю для себя обычную природу нравится, потому что люди, когда они чего-то не говорят, они достают на тысячу первых раз от природы, хорошо смотришь, все очень здорово. То есть эта работа с видеоколерами, она связана с тем, что вы постоянно смотрите какие-то последовательности. Потом вы уже знаете, как в фильме матывается, я не вижу бегущие цифры, я вижу женщин и так далее, а я наоборот, я там не вижу женщин, я вижу бегущие цифры, блоки, засыпания и так далее. Ну и часто, допустим, телевидение смотрят, новости поп, там ты смотришь, там бочки посыпают. Ну, это примерно как в жизни проходят специалисты по видеокодированиям. Основные идеи, повторю еще раз, чтобы, я надеюсь, что что-то останется, ну, я думаю, что кто-то узнал, но вот эти вещи, желательно, чтобы они остались в горе. Ну, первое, что не сжатое видео, оно весит тысячи гигабайт, что без специалистов по видеокодированию мир был бы ужасен, никакого цифрового видео бы не было, все было бы бруско, никакого ютуба и так далее. Так что очень хорошо, что оно есть. Вот. За счет чего удается создать видео? За счет удаления избыточности, за счет удаления временной избыточности, кадры похожи друг на другую, и за счет удаления пространства избыточности, какие-то области похожи друг на другую. Для удаления избыточности самое важное – это понять, где я это уже видел. То есть откуда взять этот лог, откуда его предсказать. Это самый ключевой момент. Вот. Ну и четвертый момент – это, что касается этих код-стандартов сжатия, что основа сжатия – это всего лишь язык. То есть он описывает просто способ обмена информации между укодером и декодером. А то, как именно, насколько эффективно будет работать кодирование, зависит уже от конкретной реализации, от конкретного укода. То есть надо понимать, что когда вы кодируете в другом виде вот с помощью АВЦ, это может быть очень важно кодировать, зависит от того, кто именно будет использовать. Вот. На этом у меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...